Ты что, Маша? В школе сплети. Ну да. Только об этом разговор. Этого следовало ожидать. Надо быть выше. Хорошо быть выше в 50 лет. А им каково? Да, возраст опасный. У нас в районе был случай. Девочка тоже школьница. Влюбилась в паренька. Написала записку. Записку перехватили. Начали травить. Что ж ты думаешь? Бросила школу девочка. Да что ты, Егор? Жизнь Маши. Всякое случается. Они смеются. И хорошо делаются. Маши. Я не могу. Маши. 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 Сколько тебе нужно? Пять пятьдесят. Сорок на ложество? Нет. Мало. Слово для сообщения о подготовке пионер-вожатых имеет заведующий школьным отделом товарищ Белкин. Товарищи, в предстоящем лагерно-оздоровительном сезоне предполагается охватить 63% детей школьного возраста нашего района. Из них 37% пионеров, 48% комсомольцев и остальные несоюзные молодежи. Это, товарищи, нелегкая задача. И нам ее нужно выполнить. С честью. Антонина Ивановна. Да? У вас в школе место преподавателя физкультуры еще не освободилось? Да пока нет. Но я о вас помню. Спасибо. Говорят, у вас в спортивной школе большие достижения. И я с ним нашел. А Бородин, я слышала, едет на Спартаке Адам. Я его кандидатуру хочу отвезти. Почему? Вы Олю Кижон знаете? Конечно, она живет в семье Бородиных. Живет.